Люди побоялись потерять свой голос и отдали большинство партии ПАСК. То есть там есть тройка, четверка министров, которые сразу видно, что они слабые, что они не дорабатывают. Майя Санду как бы уже идет на втором месте после Чебана, хотя я в это не верю, честно говорю. Кто будет за 3 тысячи лет работать, если квартиру снять стоит 5 тысяч лет? Ну, это больная страна с большими проблемами. Это больной ребенок Европы, его надо лечить. Нужна оппозиция. Без оппозиции не бывает демократии, понимаете. Нужен противовес власти. Мы что, идиоты, что ли? Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите Ломы на канале АВА-ТВ и сегодня мы подводим итоги за год. Каким был уходящий год? Каковы надежды на будущее? Подведем итоги с моим сегодняшним гостем, политологом Романом Михаэш. Роман, я вас приветствую. Здравствуйте. Роман, конечно, год был очень сложным, очень тяжелым для каждого из нас и для общества в целом, и для страны. Я хочу вас спросить, чем вам запомнился 2021 год? Да, действительно, год преломный, скажем так. Давайте вспомним, что 31 декабря прошлого года провисли в отставку. Поддала в отставку сами. Неожиданно, между прочим. Вот оттуда я бы стал отсчитывать, потому что это преломный момент с моей точки зрения. Потому что после этого у нас возник кризис из-за того, что они смогли назначить другое правительство. Помните, попытка номер один, попытка номер два, до Лиштяну, когда отказалась тогда, в конце концов, и Конституционный суд выступал постоянно на эту тему. Кто обращается одни, кто другие в Конституционный суд. Вот в конце концов, парламентскому большинству из 55 депутатов в составе социалистов и партии Шора не удалось назначить свое правительство. Здесь неожиданно для меня Майя Санду и ее советники сыграли грамотно. Потому что я не подозревал, что у них такие таланты, биться против 55 депутатов сложно все-таки. Но получилось. Получилось из-за ошибок, которые допустил и Дадон, и Шор, и их советники. И мы пришли к тому, что парламент был распущен. Были, помните, какие-то там трения, какие-то там проблемы, но все равно состоялись парламентские досрочные выборы, на которых победила партия ПАС, которая набрала аж 63 мандата. То есть это главное политическое событие года, скажем так. Да, да. Это не только года, но я сказал бы даже десятилетие. Потому что у нас до ПАСа только коммунисты в далеком 2001 году брали парламентское большинство. Помните, когда было 71 мандат у Воронина и коммунистов? Да, да, да. Это был 2001 год. 2001 год, да. Правда, да. И в 2005 году у них тоже было 56 мандатов, но после них никто не сумел этого сделать. И смотрите, через столько лет партия ПАС взяла неожиданно для всех, и даже для них самих, 63 мандата. Немножко три мандата или четыре не дотянули до конституционного большинства. Это говорит об ошибках тех, которые выходили на выборы блоками и так далее. Ну, в принципе, мы наблюдаем эту ситуацию сейчас. Здесь надо заметить несколько факторов. Первый фактор – это, конечно, то, что парламентские партии, центристские и правоцентристские не смогли создать блоков. Вот коммунисты, соответственно, создали блок, они свое как бы взяли, но плюс-минус они взяли там. Да? То есть, а вот справа и в центре там был большой бардак. Каждый мнил из себя большого политика, все пошли своей партией, наблюдался эгоизм своеобразный политический. Потому что, если бы объединились у неонистов, например, три или четыре партии в один блок, я уверен, что они бы прошли. Да, они бы прошли. Ну, взяли бы свои 10% традиционных, где-то в этом районе. Если бы пара-тройка проектов центристских объединилась бы, да? Например, Кико, Дурлиш, Тиану, Филипп и все остальные пошли бы одним списком, я тоже уверен, что прошли бы. То есть, мы бы имели другую конфигурацию. А так, из-за распаленности всегда играет такой фактор, как вот улутил, то есть полезный голос. Когда человек идет голосовать, он смотрит так. Если я отдам голосу, то я его потеряю. Лучше отдам уже в общую корзину, пускай я был в парламенте, чтобы меня кто-то там представлял. Понимаете? Ну да, и многие, кстати, этим и пользовались. И вот Майя Исанду и Пасу повезло, потому что люди побоялись потерять свой голос и отдали большинство партии Пас. Вот оттуда надо уже рассматривать, скажем так, уже новую, скажем так, страницу в политической жизни страны. Что мы имеем сегодня? Имеем правительство Гаврилицы, да? Есть разные точки зрения, как это правительство проявляет себя. От очень критических до, скажем так, вот здесь, хотелось заметить, нет хвалебных. Вы знаете, есть. Есть? Я не видел, честно говоря. Их есть мало, наверное. Да, их мало, но они есть. То есть доминирует, я вот так хочу выразиться почетче, да? С моей точки зрения. Доминирует негативные и нейтральные точки зрения на деятельность этого правительства, но хвалебных в тех... Их очень мало, но они присутствуют. Что касается негативных, конечно, их очень много. Так вот об этом, когда мы начинаем характеризовывать деятельность какого-то правительства, мы должны брать вот эти три тренда. Негативный, нейтральный и позитивный. По-моему, доминирует негативный и нейтральный. Как вы считаете? Доминирует все-таки больше негативный. Негативный доминирует. То есть складывается такое мнение, что я смотрю по экспертному сообществу, скажем так, экспертное сообщество поделено, конечно, тоже на какие-то симпатии. Я всегда говорю, что я проевропейский, прорумынский комментатор. Не партийное имя, а по идеям я имею в виду, потому что партий сегодня и завтра их нет. Завтра их нет, как мы видим. Ну я, конечно, в своих позициях, скажем так, да, проевропейских и так далее. И частично я ПАС поддерживал на этих выборах парламентских, и Майю Санду все это знают, но это частично. По той программе, которую они имели проевропейскую. Но правительство я тоже критикую, между прочим, потому что есть за сто. Я заметил, что есть так называемые комиссары, министры. Что такое министр-комиссар? То есть надо понимать, что одно дело – это экзекутив, это правительство, а другое дело – это политика, это партия, это парламент. То есть есть два основных профиля у политиков. Их никаким образом нельзя смешивать. Если человек, он имеет талант для технократа, для того, чтобы работать в правительстве, и у него есть какой-то опыт, это бесценный человек. Его надо держать в правительстве. Если человек работал всю жизнь в электоральных компаниях, ходил, агитировал, его поставишь министром, и ему плохо сделаешь просто. Потому что он не будет на своем месте. То есть неправильная расстановка приоритетов, неправильная расстановка кадров. Да, в принципе, да, это кадровая проблема. С моей точки зрения, у ПАС кадровая проблема. И она усугубилась тем, что некоторые люди получили должности не по заслугам, а по партийной принадлежности. И их видно сразу в правительстве. То есть там есть тройка, четверка министров, которые сразу видно, что они слабые, что они недорабатывают. По примеру, больших вопросов нет. Она старается. Я вижу, она и в Брюсселе была, только в Москве не была. Но была, то есть практически, говорит, работает, хотя надо тоже, многие говорят, что не ее место быть примером. Она допускает много ошибок. Потом пытается их, и говорят советники, наверное, что вот здесь не надо было так сказать. То есть были, если вы помните, истории там и по газовым вопросам какие-то, что мы ценами не занимаемся там. Ну да, вы понимаете, сначала говорить, потом опровергать, потом говорить, что это вообще закрытая информация, и наоборот. То есть нет какой-то четко конкретной линии даже вот общения. Понимаете, если сходить из ее профиля, что она финансист, финансисту трудно быть примером. Финансисту легче быть министром финансов, отвечать за финансовый блок. Потому что пример это должен быть, скорее всего, человек разносторонне развитый. И я бы скорее видел юриста, или политолога, или экономиста примером, но с большим кругозором. Даже задавать вопрос, почему так произошло, и именно ее назначили. Но я не вижу смысла. Ну, слушайте, если общить по теме примера, это уже дело Майя Санду, потому что президент выбирает себе примера. Понимаете, надо четко говорить о том, что у нас есть капитан команды, это Майя Санду, да, она выиграла выборы, люди ей поверили, дали этот мандат большой, да, и она должна решать, что делать с этой командой. Заменить полностью команду, заменить частично вместе, или заменить только примеры. Я считаю, что что-то должно произойти после Нового года. Пройдут эти праздники, где-то в феврале месяце они должны все обсудить это серьезно, потому что даже судя по тем опросам, которые были проведены последним трем, если вы видели, Майя Санду как бы уже идет на втором месте после Чебана. Хотя я в это не верю, честно говорю. Я не верю, что такого сделала бы Чебан на национальном уровне, чтобы его выдвинули люди на первое место в политическом рейтинге. Ну, любой опрос имеет погрешность, но не настолько. Потому что, по сути, вы понимаете, дело в том, что опять-таки, вот Майя Санду тоже заявила, что ПДС готова пожертвовать политическим рейтингом ради реформ, ради выполнения этих заявлений, да, которые они декларировали, и в том числе борьба с коррупцией, в том числе очистка госорганов и так далее, и так далее. То есть мы готовы пожертвовать своей не репутацией, а вот этим рейтингом. Рейтингом определенным, даже если вам что-то не нравится. Смотрите, дело в чем, что, во-первых, у Майя Санду должны быть хорошие советники по основному направлению, которые должны подсказать. Смотрите, складывается негативный образ правительства. Там нехорошо, там нехорошо, там нехорошо. Давайте что-то изменим. Поддерживать правительство просто так, что это мое правительство, неправильное, с моей точки зрения, постановка. Никогда не надо бояться менять людей. Даже если обидится, то отмениться. Через месяц-два пройдет, и он поймет, что это было правильное решение. Главное, чтобы общее дело было, и чтобы были реформы проведены. Здесь бы я, конечно, советовал бы Майя Санду где-то в феврале месяце серьезно с экспертами и с советниками обсудить хотя бы малый пакет реформы проведения, если не большой пакет, хотя бы несколько министров заменить, если не весь кабинет. А может быть, даже весь кабинет. Повторяюсь, госпожа премьер, с моей точки зрения, много старается. Я вижу, что она хочет добиться результата. Может быть, не всегда удается. Но я не столь критичен в ее отношении. То есть здесь не вижу большой премьер. Она тоже своего рода капитан команды. Потому что каждый министр отвечает за свое министерство. Вот там надо добиваться результата в каждом министерстве. И там есть большие вопросы по министерству, например, здравоохранения. Давайте начнем вот так, чуть-чуть конкретики. Если эта информация, которая Курша деконтур, отчетная палата дала, что 7 тысяч человек были вакцинированы вакцинами, которые просрочены, это катастрофа. Это катастрофа. В любой стране любой министерс должен подать в отставку. Вы с этим согласны или нет? Ну, мне кажется, что подать в отставку можно было бы еще даже до этого, потому что очень много было. Не, ну, мягко говоря, скажем так. В этой ситуации, естественно, безусловно. Ну, потому что не один или два случаев. 7 тысяч, это значит, системность какая-то, правильно? Если не смогли организовать правильный процесс вакцинации, это не лезет ни в какие ворота. Это, скажем, министерство, которое у всех на слуху, потому что у нас пандемия, да? Да, два года уже. И здесь, конечно же, Майя Санду, как я уже говорил, как капитан команды, она должна брать во внимание эту информацию, что народ смотрит на министерство, на министра, хочет результатов, хочет качества услуг. Ну, мне кажется, это один из министров, который наиболее критикуется со всех точек зрения, и со стороны экспертов, и со стороны гражданского общества. Да, я вижу там. Наибольший процент критики все-таки идет. И здесь я считаю, что госпожа министра не должна обижаться. Возможно, она хороший советник президентский. Понимаете, быть президентским советником – одно. А быть министром, работать с 7 утра до 9 вечера – это совсем другое. Понимаете? И если в силу разных обстоятельств себе не удается это делать, зачем ты там держишь место? Извините за выражение. То есть я считаю, что вот это министерство, оно должно быть, во-первых, взято в обзор президента. Обратил бы я, конечно, внимание на другие министерства, в том числе Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство экономики. Там есть куча вопросов по другим министерствам. Не буду сейчас вдаваться в детали. Я бы, значит, только один неврологический такой пункт – Министерство здравоохранения. Вот это, конечно же, нас всех беспокоит. Во-вторых, я хочу отметить и позитивную сторону. Всегда надо иметь свод. То есть свод – это и позитив, и негатив. И негатив, да. И угрозы, и возможности в том числе. Да, и в позитиве я бы поставил Министерство юстиции. Вот я вижу, лифтинянка, министр, борется. Что-то он там сумел сделать. Переломить ситуацию в прокуратуре сумел. В высшей судебной палате там какие-то проблемы есть, но законы изменили, конституцию изменили. Как бы кое-что сделано, да. Но есть большой вопрос, который сейчас всех обсуждают с внешним, тем самым… Внешняя проверка генпрокурора. Внешняя проверка судей и прокурора. Внешняя оценка судей и прокурора. Всех. Здесь надо подойти как-то, не знаю, по-моему, надо найти конституционный путь. Правильный, легальный, чтобы не делать ошибок, которые были проведены в Албании, в Грузии, в других странах, которые сталкивались с такими же проблемами. Потому что, что у нас происходит, в генпрокуратуре произошли какие-то изменения, да, спорные, не спорные, но произошли. Мы видим, что новое руководство генпрокуратуры даже сегодня в парламенте снимает иммунитет, пытается бороться с большой коррупцией. То есть какие-то попытки хотя бы видны, да, какие-то действия есть. Но есть же масса прокуроров и судей, они сидят нетронутыми. То есть туда надо войти, сделать проверку, посмотреть, кто чей ставленник, кто там сидит за взятки, а кто честный. И это большая работа. Они обещали народу, поэтому они выиграли выборы. Да, а почему эта работа не проводится? Они обещали народу, что они проведут зачистку в судебной и прокурорской системе полностью, то есть. Посмотрим, что будет в 2022 году. Надеюсь, что они проведут через парламент какой-то закон, который даст им легальные рычаги, чтобы сделать проверку всей судебной и прокурорской системе. Роман, а вот какое количество судей и прокуроров подало в отставку за это время? Это о чем-то говорит. Да, есть прокуроры и суды, которые понимают, что они не пройдут эти конкурсы, скорее всего, эти проверки. И тогда они, возможно, решили уйти, чтобы получить пенсию хорошую. Между прочим, у прокуроров и судей неплохие пенсии. У них неплохие, у остальных пенсии. Ну, Майя Санду объяснила тем, что на 800 работающих 700, ой, 800 тысяч, работающих 700 тысяч пенсионеров, и мы не можем платить такую пенсию, повысить и прочее. Ну да, сейчас еще на то, не менее, тему пенсии. То есть я хотел обозначить, что Министерство юстиции мыслит правильно, в правильном направлении, но нужны качественные законы. И нужна быстрая реформа. Вот что я хотел бы акцент на этом поставить, потому что прошло уже 4 месяца, когда правительство работало, или 5 уже. И что-то было сделано, но законы даже в парламенте, в первом чтении не прошли. То есть есть какая-то пробусовка, есть какая-то пробусовка, надо двигаться быстрее. Ну и соответственно, кстати, вот эти вот выводы, которые были сделаны Венецианской комиссией, они взяты во внимание? Да, я видел, что министр юстиции сказал, что генеральный прокурор будет возвращен в Высший совет прокуроров, потому что Венецианская комиссия обратила внимание на тот момент, что он должен быть там. Ну распорный вопрос, но раз, так решили, нынешний состав Венецианской комиссии вот такой дал экспертизу. Ну то есть надо придерживаться хотя бы основных. Понимаете, из этого отзыва о Венецианской комиссии надо брать все самое важное, не все надо брать оттуда, потому что там есть и спорные моменты, и ненужные моменты, но есть 2-3-4 момента, которых оттуда надо взять. Вот они настаивают на то, чтобы генеральный прокурор возвратился в Высшую судебную прокурорскую палату. Пускай он возвращается туда без права голоса по некоторым вопросам, потому что там имитированный мандат может быть у него. То есть да, он критический, конечно, этот доклад, потому что действительно было хирургическое вмешательство в законопрокуратуре, но в целом он прошел квасционность в законопрокуратуре, все вот эти изменения. Сейчас, конечно же, уже такой нюанс, что все руководство генпрокуратуры, когда был генпрокурором, действующим, все в уголовных делах сейчас. Интересный вопрос. Они что, все занимались как-то нелегальными, какими-то действиями? Нелегальными действиями, бизнесом. Получается какая-то страшная картина там в генпрокуратуре, если подтвердятся через судебные решения, конечно, эти обвинения. Так что, поживем, увидим. Другой нюанс, конечно же, пенсионная реформа, да? Да, вот я хотела вам как раз этот вопрос и задать по пенсионной реформе, потому что... Тут, понимаете, довольных не может быть. Довольных, да. Потому что, во-первых, пенсии маленькие. Скажем так, они настолько маленькие, что даже смешные, скажем так. 5 тысяч рублей, там, 1500-1800 лей. Конечно же, это мизерная сумма. И что, довели до 2000 лей всем? Нет, довели только тем, у которых есть стаж. Есть стаж, некоторые категории. Зачем было заявлять, что мы доведем пенсию до 2000 леев для всех? Ну да, и здесь опять вызвали возраст. Это тоже важно, да? 63 года для мужчин и для женщин. Для женщин будет какая-то градация там. Тоже много спорили. Но здесь социалистам надо поставить в упрек то, что не надо спекулировать вот этими вещами, да? Потому что я понимаю, что 63 года, да, это тоже много, скажем так. До Молдовы, где у нас такие условия. Но если нереально платить пенсии в 60 лет и в 57 лет, мы же все понимаем, что это нереально. Тем более, что уже один к одному работающий к пенсионеру, правильно? И тенденция продолжается, причем в отрицательную сторону. Люди уходят, люди уезжают. Уезжают массово. Надо говорить честно. Так по вопросам, каждый третий молодой человек в возрасте 20 лет, до 20 лет хочет уехать из Москвы? Мы должны понять, что у нас будет половина населения за границей и половина в стране. Вот как в Израиле и в Армении. Мы уже в тройке будем, да? Вот есть Армения и Израиль, две страны, у которых тоже половина населения за рубежом. Приблизительно, скажем так. Молдова – это третья страна. Мы к ним подключились, скажем так. Потому что у нас все получается, что на данный момент я считаю, что половина населения в стране и половина за рубежом. Ну, практически 55 на 45, где-то вот так, я считаю. Потому что каждый день уезжают и уезжают, и их ты никак не остановишь, потому что людям здесь негде работать. Давайте скажем честно. А если есть где работать, вот дают зарплату, например, кондуктору 3 тысячи лей. Можно устроиться в троллейбусном парке. Кто будет за 3 тысячи лей работать? Если квартиру снять, то стоит 5 тысяч лей. Так что здесь экономика и ничего другого. То есть пока люди не смогут дома зарабатывать, ну, я говорю так, приблизительно хотя бы 12-14 тысяч лей, ты их не остановишь. Вы говорите, где у нас такие зарплаты? Вернее, как где? Они-то есть, ну, понятное дело. Мало мест. Их мало, да. Мало таких мест. Потому что человек берет билет за 50 евро и он летает в какую-то страну, где ему дают зарплату в 1200 евро чистыми. Ну, да, он работает неквалифицированно, возможно, где-то на стройке, возможно, еще где-то там женщины, мы знаем, в Италии работают домработницами в основном. Да, но там дают тысячу евро в месяц, а тысяча евро это деньги. И в Италии, и в Молдове тысяча евро это деньги. Небольшие, но что-то на них можно пожить. Пока мы эту тысячу евро не дадим дома, но хотя бы, ладно, пускай будет хотя бы 500 евро дома чистыми, чтобы дать человеку. Потому что у него здесь дом, если он не снимается, и эти 500 евро чем-то помогают, правильно? А когда это будет, никто не знает. Через год, через 10. Ну, Роман, о чем вы говорите? За этот год, 2021, 10,5 тысяч предприятий закрылось, малый и средний бизнес. Опять же, здесь Министерство экономики, Министерство финансов. Я как-то критиковал и продолжаю критиковать. Ребята, выйдите с какими-то проектами, как поднять молдавскую экономику. Но что-то, чтобы было реально, не фантасмагории какие-то, да? Ну, дайте хотя бы, не знаю, вот говорили, что освободите от налога хотя бы на один год эти начинающие предприятия, да? Хотя бы вот в сельской хозяйстве. Ну, чем тебе поможет, если мы поставим ему налог, он не сможет же развиваться, правильно? Да, ему один год, он смог хотя бы чуть-чуть. Да, ему еще кредит надо выплачивать, ну, и не один, скорее всего. Есть многие модели, надо что-то сделать. Например, я лично считаю, что есть только один вариант. Это экономическое объединение с Евросоюзом через объединение экономическое с Румынией. То есть не политическое объединение, чтобы не пугать людей, которые там хотят иметь местный парламент. Пускай у нас будет парламент и правительство. Если так люди хотят. Но, слушайте, у нас все скоро объединяются страны, а мы продолжаем держать на пруту эту самую границу. Мы что, идиоты, что ли? Цивилизованные люди отгранились с границей? Что, мы чумны или как это понимать? Понимаете? Надо об этом думать тоже. Потому что у нас граница, скажем так, с Россией и с Украиной, граница с Евросоюзом. Мы отгородились от мира, и мы похожи на, даже хотел сказать, на странных людей. Понимаете? Наоборот, надо открываться. Надо открываться, открывать экономику, открывать границы. Мне стыдно, что до сих пор между нами и Румынией есть этот пограничный таможный контроль. Даже с Украиной у нас нет контроля. Вот есть общий, то есть. Вы знаете, да? Вот Чирган там. Ну да, и на юге, и на севере. То есть, надо открываться. У нас, я думал, что ПАС это современные люди, потому что я некоторых из них лично знаю. Современные, прогрессивные, скажем, люди, да? Кому-то не нравится термин прогрессивный. А мне нравится. Пускай будут прогрессивные люди, но пускай они будут реально прогрессивными, понимаете? За прогресс. Вы же понимаете, ПДС, да? ПАС, как вы говорите, аббревиатура молдавская, неважно. Курс на что нацелен? На Европейский Союз. Вы же говорите, прогрессивные люди. Да, у нас же есть это в программе. Слушайте, если вы прогрессивные люди, докажите это. Докажите с ними. Пускай будут какие-то более облегченные правила для людей, для экономики. И налоги, чтобы были понятные, и небольшие. То есть, я так вижу прогресс, чтобы брать все хорошее с Запада, но не все плохое, понимаете? Потому что надо прямо сказать, что у ПАСа дела не слишком хорошо идут. То, что касается президента, да, я там поставил твердую восьмерку Майя Сандру, что она, скажем так, разблокировала страну по внешним отношениям с Румынией, с Украином. Там хорошее отношение с Евросоюзом, даже с Россией программатические отношения построили, да? Но это президент свою работу сделал конституционную. Но сейчас мы все ждем от правительства, чтобы она удаловала какую-то отдачу. Да, мы ждем практических шагов. Да, а тут они за ценами следят, говорят, что цены нас не интересуют, что это рыночная экономика. Ребята, кто вас учил этому? Откуда вы взялись, такие умные? Как это вас не интересуют цены? Нас цены интересуют, значит, и база должна интересовать цены, правильно? Тем более, что вы прогрессисты. Они живут в какой-то параллельной реальности? Слушайте, я боюсь это сказать, но я думаю, что там некоторые люди не понимают, в какой стране они живут. Вот Молдова-то не классическая страна западная, которая прошла через все вот эти... Это не Франция и даже не Румыния. Молдова-то больная страна с большими проблемами. Это больной ребенок Европы, его надо лечить. А потом, когда ты его вылечишь, когда поставишь на ноги, уже можешь требовать от него, чтобы он работал по огороду, понимаете? Честно, вот так аллегорически говоря. А так они пришли с какими-то идеями, которые нереальны в Молдове, цены их не интересуют. Сначала даже газ не интересовал вообще. Так вот, кстати, самая резонансная проблема за прошлый год газовая. Меня удивило, что тогда господа Горитцев в какой-то телепередаче сказано, вот такой, типа, так есть экономический агент, пускай там, хотя бы провести 35%, как ты этого можешь говорить? То есть, вообще не лезет не в какие-то, то есть, я же о чем и говорю, что да, я Майя Санду продолжаю доверять, я вижу, что она понимает ситуацию. Я смотрел ее некоторые передачи, именно у меня очень завышенная критическая вот такая оценка, и я всегда смотрю, если человек понимает, где он находится и о чем он говорит, понимаете? На данный момент это единственные политики из СПДС, из ПАС, которые понимают, о чем он говорит и понимают нюансы Майя Санду. Вот, а их и спасает. Потому что, если вы видели, президент пару раз спасал их. Вот с той женщиной, у которой пять детей. Да, да, да. Ну, это же... Которые амнистию объявили. Ну, не амнистию, а президент имеет право помиловать. Помиловать. Комиссия президентуры отказала помиловать женщине с пяти детьми. Ну, какие там люди могут быть, какое у них сердце, понимаете? Типа там какой-то, да, какой-то кредит. О чем вы говорите, люди добрые, у него пять детей. А вы пустили какое количество людей, да, рецидивистов под эту амнистию помиловать? А человек, который попал в ситуацию... Вы, убийцы, бандиты разные вышли, понимаете? А тут женщина с пяти детьми, которая три или четыре тысячи евро, что-то там взяла какой-то кредит. Это же смешно курам, понимаете? Ну, зато каждый член этой комиссии бьет себя пяткой в грудь, и они честные, понимаете? Мне стыдно за этих членов комиссии, не хочу их фамилии называть, но это стыд большой на всю страну и на всю Европу. Хорошо, чтобы Майя Санду поняла эту ситуацию. Она там что-то изменила, что-то там они изменили в этих документах, которые комиссия сначала давала. И документы, потом другую оценку, и она ее выпустила в конце концов. Надо было ее в президенту принять с детьми, чтобы была фотка. Майя Санду, пять детей и женщина. Вот это надо было делать. Некому советовать, придется мне как-то советовать уже со стороны, через эти передачи хотя бы. Вы знаете, я вам хочу сказать, что то, что некому советовать, один момент, пресс-служба не работает практически. Не советники, как они называются, менеджеры по пиар, по связям с общественностью и так далее, и так далее. Вы же видите, не освещается практически. Мы с большим трудом добываем эту информацию. Надо было их позвать в президентуру, дать им всем цветы, шоколадки, какие-то там фрукты. Потому что новогодние праздники, правильно? Я смотрю, тот же Путин, какой он жесткий человек, и все равно там детям какие-то подарки в России делает. То есть, дети это святое дело, здесь с этим шутить нельзя. Были много таких моментов, когда Майя Санду каким-то образом спасала это парламентское большинство. Даже с теми зарплатами, которые были, помните, скандал, проголосовали за удвоение зарплаты судей государственного суда. Судя МКС, да, за 82 тысячи? По 40 надо было в два раза увеличить. Нет, у них по 40 или по 42 было, да, и они проголосовали за 82 тысячи. Да, так я о чем говорю, чтобы удвоить зарплату и забыла опять все общество. А почему? А что случилось? И она вернула, видите, у нее работает какой-то фильтр, да, какой-то фильтр в президентуре есть. О чем я и говорю? Что единственное, что может эту конструкцию спасти, это Майя Санду личная. И, возможно, там есть пару человек, которые вокруг нее понимают реальность ситуации. Потому что в правительстве я уже, честно говорю, я соглашаюсь с той точки зрения, что это правительство, скорее всего, после Нового года должно подать в отставку. Полностью. Все. Этого не надо бояться. Понимаете? Это только прогноз, что они должны подать. Они подадут, не подадут, это их не дело. Я смотрю на, как идут дела в стране. Смотрю, что они не понимают, в какой стране они живут и в какой стране они руководят. Понимаете? Когда ты говоришь, что тебя цены на газ не интересуют, это проблема. Когда ты говоришь, что тебя вообще цены не интересуют, это рынок, тоже проблема. Понимаете? И так далее, и тому подобное. Потому что, я говорю, госпожа Гаврицы, я считаю, что это хороший финансист, хороший эксперт. Но премьер должен, по-моему, быть в такой критической ситуации, когда у тебя пандемия, когда у тебя такая большая бедность, все-таки должен быть чуть другого профиля премьер. По-моему. Не зависит от пола, зависит от человека. А то, что касается вице-премьера места Кульминского? Слушайте, по принцессовскому вопросу надо что-то предпринимать. Потому что у Кульминского была романтическая позиция, что у нас нет конфликта, что его можно быстро решить. Но, понимаете, я опять же про Кульминского. Он хороший эксперт, без никаких оговорок. Очень хороший эксперт. Мне интересно его слушать. Он романтик в своем роде. Я не об этом говорю, он подал в отставку человек. Подал в отставку. На его место кого-то взяли. В его место нужен прагматик, нужен политик, понимаете, которого приняли бы в Приднестровье, во-первых. Потому что он должен ездить в Приднестровье постоянно. И у которого будут налажены какие-то связи, решать какие-то вопросы. Ездить в Москву постоянно, в Киев. Участвовать и организовать эти встречи в формате 5 плюс 2 и так далее. Решать насущные вопросы. Это очень трудный участок. Я не знаю, кто может быть. Я не рисую сейчас давать какую-то фамилию, честно говоря. Но, в принципе, ждем. Ждем, что будет у нас назначен. Понимаете, дело в чем, что, опять же повторяюсь, это правительство, с моей точки зрения, оно как пробный шаг. Как первый блин. Ну, так получилось. Но нельзя, понимаете, если ты видишь, что оно не идет, ну не надо держать просто так, что это наши люди и все. Давайте будем держаться до последнего патрона, понимаете. Это неправильная позиция, с моей точки зрения. Просто не идет все, меняем других людей, полностью или частично. То есть, это нормальная демократия. И ты помогаешь человеку. Если бы ты человека поставил в Министерство должности, и он не тянет, ты ему помогаешь, когда его освобождаешь от этого. Потому что это не его, понимаете. И подытоживая по правительству, то есть, в общем, складывается впечатление, что это правительство полностью должно уйти. Полностью. Нужен другой пример, другой формат, другие люди. Потому что с газовой проблемой плохо решили. Решили, да. Но сейчас вот говорят, что цена уже не 450, а там формула таким образом построена, что, смотрите, газ дошел, что перешел в 2000 евро уже на рынках. А формула построена таким образом, что она связана, цена на рынке с той, которая... Она привязана, да, частично к спотовой цене. Да, к рыночной цене связана цена. Да. Цена на бензин, там, каким-то образом объяснял эту спыну, я понял, что цена складывается из двух компонентов. Да вы понимаете, спыну, он сам себе противоречит. Сегодня он говорит, что цена на газ в следующем месяце не увеличится, завтра он говорит, что цена на газ вырастет, потому что растут рыночные цены. Определитесь, ребята, уже. Слушайте, не надо врать людям. Так вот именно, что не надо врать, не надо врать. Либо промолчите. Был бы я премьер-министром, я бы опубликовал этот контракт. Это вопрос чести, понимаете. Ну, не можешь ты быть премьер-министром, когда у тебя секретный контракт на газе, а все люди потребляют, к людям приходят большие эти цены. Да что они спросили, все секрет, все секретная информация, коммерческая тайна. Ну да, у тебя есть большинство, но оно шаткое, всегда ситуация может изменить в любую сторону. То есть, честно говоря, с моей точки зрения, этот контракт надо было опубликовать давно уже. Понимаете? Просто опубликовать и все. Если ты хочешь опубликовать, ты можешь даже через прессу пробросить его. Даже не ты его, а дай кому-то журналист его опубликует, скажет, что нашел его на e-mail и все. То есть, хотели бы опубликовать, давно бы опубликовали, понимаешь. Значит, там что-то есть в этом контракте, которое не очень так хочется показывать народу, да? А если сейчас выросли цены до 2000, некоторые эксперты говорят, что уже не 450 будет на границе, а 600 газ приходить. Опять повышение цен. То есть, в самый разгар зимнего времени это нехорошая ситуация. То есть, в целом и в общем, я считаю, что президент по правительству, чтобы сделать такое общение, да? Да, давайте подытожим. Должна в феврале вместе созвать своих советников, своих экспертов и спросить их. Дайте мне, пожалуйста, два сценария по правительству. Один по полной смене правительства, другой по частичной реформе правительства. Всегда надо рассмотреть несколько сценариев. Я бы на него вместе подсчитал вот эти экспертные оценки и принял бы решение, потому что то, что сейчас имеем, не очень хорошо, скажем так. Есть и хорошие, конечно, там позиции, но в основном киксы идут одним за другим. То есть, с газом проблемы, с осанкой проблемы, с экономикой проблемы. Со всем проблемы. То есть, нужно что-то кардинально менять, потому что первый контроль ПАСА будет на местных выборах 2023 года. Я считаю, что вот именно тогда, в 2023 году на местных, мы увидим, как изменилась ситуация в стране. Каким образом? Потому что опросов может быть много, да? И хорошие цифры, и плохие. И кто-то проплачивает за эти цифры, я так понял, да? Все возможно. Кому-то нравятся одни опросы, кому-то другие, но всегда выборы показывают. И вот тенденции ПАСА, как партии власти, будут видны на следующих местных выборах. Это будет промежуточный этап. До тех пор ничего с ними не случится. Оппозиция очень слабая. И слева, и справа вы увидели. Да, Дон сбежал в Москву опять. Да, да, да. Все разбежались. Какое-то дело уголовно на него забили. Мне интересно, приедет он или нет обратно. Ну так подождите, 27-го его вызывают в прокуратуру. Посмотрим. Потому что, если он струсит, они приедут все. На его политике можно поставить крест. Понимаете? Политик не должен бояться такого калибра. С Шора сегодня сняли иммунитет. С Шора сняли иммунитет. Додон убежал. Все, на Леван-Кланде полный раздрай. Нужен другой лидер. Да, типа есть Иван Чебан. Я вижу, что его двигают через опросы. Да, Чебан боевитый. В Тишиневе что-то делается. Нельзя не признать. Какие-то парки он утремонтировал. Какие-то дорогоремонтировал. Но он должен быть лидером национального масштаба. То есть, он должен возглавить партию, например, социалистов. Додон ему не давал этого пока что. Или просто, если он не давал, он может найти общий язык. Создать свою партию. Вырастить ее. Потом вступить в какие-то союзы. Это не одного года. Так, есть время. Время есть. У нас три с половиной года до следующих парламентских выборов. Можно строить и строить эти партии. Вот в том-то и дело, что много времени у политиков есть. Время. На левом. На правом фланге тоже полный раздрай. Там у унионистов тоже проблема. Вот цикл убрали с Пуна. Там посмотрим, если эта партия вообще останется или нет. Там есть партия Аур. Но там молодые ребята. Посмотрим, что у них получится. Во главе с Владом Белецким. Друзья, господа Павличенко. Национал-либеральная партия. Они тоже активные. Они очень активные. Они активные. Я знаю, что господа Павличенко хочет создать СССР. Посмотрим, может быть, ему удастся с кем-то объединиться. Там на правом фланге есть по всем опросам 40% хотят объединения с Румынией. Вот там у них голоса есть. Но они должны найти формулу объединения, чтобы дать этим людям какой-то путь, чтобы они могли за него голосовать. Есть три или четыре партия, которые должны объединиться. В центре проблемы. Здесь есть Кику, здесь есть Марьяна Дурлиштяну, здесь есть ДПМ, в конце концов. Усатый тот же. То есть я считаю, что эти три или четыре проекта тоже должны какие-то образом или объединиться, или создать какой-то круглый стол. Нужна оппозиция. Без оппозиции не бывает демократии. Нужен противовес власти. Ну, это мы в будущем году, наверное, будем наблюдать. Да, да. Как изменится ситуация. Будем надеяться, что в 2022 году, как говорят некоторые эксперты, что уже пандемия уйдет и будет простая болезнь, уже останется. Да, это Бог. Будем надеяться на все хорошие. И вот в таком русле будем оптимистами. Да. А как вы думаете, люди входят вот сейчас в Новый год с разочарованием или с надеждой на будущее? Слушайте, все люди, которых я знаю, сидят в интернете и ищут в рабочие места за границей. Большинство. По Лондонам, по Парижам, по Франкфуртам. Понимаете, я же говорил, Молдавия – это третья страна, которая присоединилась к этой оси. Израиль, Армения, Молдова. Вот у нас такая тройка сейчас. Можно уверенно об этом говорить. Все на колесах. На чемоданах. Все на чемоданах. Потому что иначе не выжить. Кто последний свет в аэропорту выключает? Нет, нет, этого не дойдет. Я объяснял. Половина населения будет постоянно в Молдове, половина за границей. И будет вот такая постоянная чехарда. Потому что люди у нас… Я могу вам дать один прогноз. Большинство людей, которые сегодня работают на Западе, большинство абсолютно, возвратятся на пенсию жить в Молдове. Я объясню, почему. Очень просто. Потому что пенсия у них будет небольшая, на Западе на ней не проживешь. А я смотрю по итальянцам. У нас в Кченеве зарегистрировано где-то тысячу пенсионеров-итальянцев. Они берут пенсию в Италии, а проживают ее в Молдове. Потому что здесь дешевле, понимаете? И у нас то же самое будет. Тем более у нас в Молдове большая ностальгия по родине. Они будут брать свои 500 или 600 евро из Германии, из Франции пенсию. А за 500-600 евро, извините меня, если у тебя дом в деревне, там погреб с вином, 500 евро – это же подарок судьбы. Зачем тебе, вот у меня знакомые работают в Англии, только один штрих дам, живут в одном доме, там 50 или 60 человек, куча на голову, в одном туалете все, по 4 в комнате. Это что, жизнь? Нет, это не жизнь, они живут там, потому что там хорошие зарплаты, пока не наберут пару денег и приезжают обратно. То есть, с моей точки зрения, когда-нибудь на пенсии они большинство приедут домой. Так что здесь у нас и строится в Кишиневе очень много, между прочим, тоже позитивно. Вот, говорилось на днях с риэлторами, с этими людьми, которые строятся, которые продают квартиры. Квартиры продаются как горячие пирожки в Кишиневе, хотя дошли до 1 тысячи евро за метр. За метр уже даже больше. Я удивлен, честно говоря. 1 тысяча евро, белый вариант в Кишиневе. Квартир нету, вообще нету. Сегодня, вот из Италии приехал человек, я ему помогал искать квартиру, да? Не нашли ничего, потому что тысячу евро он не хочет давать в Кишиневе. Ну, вся Молдова в Кишинев переехала. И что получается? Получается, что двигается что-то. Понимаете, смотрите, в Италии есть села, где при Марии дают за 1 евро тебе дом, чтобы ты его перестроил, тебе дают там пару лет. И чтобы за 1 евро стоит дом на земле в Италии, а в Кишиневе стоит метр тысячи евро. Должны радоваться, значит, у нас Кишинев город любви, востребованный город. Люди хотят в нем жить, хотя нету ни моря, ни гор, ни Евросоюза, ничего нет. А что есть в Кишиневе такое? Мы позитивные люди, мы позитивные люди, понимаете. Есть только одно, есть любовь людей к этому городу, и все, больше ничего нет. Роман, пожелайте нашим зрителям на будущий год все, что вы хотите. Я хочу пожелать всем здоровья, во-первых, потому что в условиях пандемии, во всей этой ситуации, конечно, здоровье это самое главное. Остальное уже, я знаю точно, что молдавские народы, любивые люди, если им не мешают, они зарабатывают себе на жизнь. Главное, чтобы они закрыли границы, я их видел везде в мире, они работают, что-то там делают, 5 долларов в комнате живут, выживают, дома строят, квартиры покупают, так что все будет нормально. И на позитиве при этом все. И на позитиве, да. Все на позитиве, кумпахар, дежим, беж, татфу, москву, плащенте, все будет хорошо. Главное, чтобы все мы были здоровы. Спасибо вам большое. Всего хорошего, успехов. Спасибо огромное вам за тот итог, который вы сегодня подвели. Уважаемые друзья, я поздравляю вас тоже с наступающим Новым годом. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы были с нами в 2021 году. И надеюсь, что вы будете продолжать оставаться с нами, смотреть нашу программу Ломы в 2022 году. Желаю вам всем здоровья, мира, добра и благополучия. Кто еще не успел подписаться на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайк. Всего вам доброго, до свидания.